Срок схода на ремонт может состоять из двух частей. Первая часть, вы зайдете на ремонт, когда будете владеть своей квартирой. То есть у вас будет свидетельство на право властности. Свидетельство на право властности вы получите после того, когда вы сегодня сдали будинок в эксплуатацию, после этого будет получен почтовый адрес, после этого будут сделаны вам техпаспорта, а после этого согласно техпаспортов вам будут обращаться наши экономисты для окончательных расчетов с холдингом. То есть кому будут возвращать деньги, кто-то будет доплачивать по факту адмира в площади. После этого вы получите свидетельство на право властности, когда получите справку о полной оплате. И согласно этой справке вы можете заходить в свое жилье, то есть ведутся на право властности и делать ремонт. Если это вам будет новый год и начало отопительного сезона, то это я сказал, это первый путь решения работы. Есть второй путь. Есть второй путь. Так как мы понимаем, что мы задержали сдачу домовой эксплуатации, до того, чтобы остаться в нормальных с вами отношениях, потому что вы наши инвесторы. Благодаря вам мы работаем, строим дома, а вы получаете свое жилье. В нашем виде исключения, мы будем с вами как-то стараться произвести, ну, вы, в смысле, от расчета будем проверять ползолка, если вы более-менее не должны холминого, а окончательный расчет это будет незначительным, но мы будем парить примерами. Значит, вы будете заключать временные договора, да, с эксплуатирующей организацией, так как вы еще не являетесь полным владельцем квартиры, вы полным можете являться, когда получите свидетельство на право властности. будете заключать временный договор на обслуживание о своей квартире, будете заходить и будете говорить. А когда? Когда, да. Ну, реально. Реально. Да, реально. Это же куда второй, это же хороший путь для всех. Уже этот путь полгода скажу. Тогда пойдем первым. Да. Ну, давайте, ну, если партнера, ну, спасибо. Ну, если по человечески, я уже полгода перевплачиваю этой съемной квартире живу, поймите меня, по человеку, по числу. Я вас понимаю, я вас очень понимаю, поэтому я как бы хочу вам думать. Я думаю, когда там окончательная патологичка, когда-то, когда-то, к концу июня, вы сможете заходить в этом. В конце июня, в конце июня, в конце июня, в конце 20-го, мы уже так и говорили в прошлый раз. А по первому варианту? Июнь есть. А по первому варианту, ну, думаю, где-то в сентябре. Или конец сентября. Ну, если так реально смотреть. Когда вы оплатите, по первому варианту, это мы не даем на выбор, на вариант. Я в зависимости, как мы пойдем, если вы пойдете с пониманием к нам, я тоже пойду на понимание. Я, фактически, я рискую вот это что-то. Я понимаю, просто в любом случае. И пол, и пол, и пол, и пол, и пол на себя берет ответственность. Мы вам будем давать электроэнергию. Мы будем терять на этом. Потому что мы будем платить по промышленной схеме, а вы будете нам компенсировать по вашему тарифу. То есть, да, то есть... В любом случае. Если я разговариваю, если я обещаю, ну, коллеги, не говорите, да. Ну, как это произойдет? Вот я хочу по второму варианту. Мы не выбираем. То есть, мы просто... Вот если мы будем разговаривать нормально, мы идем все. Вот тут выбирается. И, конечно, чувствую виноватым перед вами. Иду вам на уступки. Ну, вот одну квартиру мы купили после Нового года. То есть, замеры Д3 уже есть. И мы готовы дальше как? Не задавать лишних вопросов. Вот спокойно. Ну, 100% я и вопрос. Я говорю, не задавайте лишних вопросов. И все будет так и вот так, я говорю. Я вам... Ну, в любом случае, мы должны пойти по первому варианту. То есть, вы можете нас запустить, например, раньше на ремонт. Но в любом случае, вот это как бы... Адрес, паспорт и все прочее. Только после этого мы можем себя чувствовать. Я говорю, 100% как бы владельцами квартиры, соответственно, подобное. Нет, конечно. И это произойдет только в сентябре месяце. Правильно? Вы будете чувствовать по первому варианту. Да. А второй вариант, это учитывая то, что... Выходя из сложившейся ситуации, и понимая, что все-таки вы должны уже Новый год встречать. Мы должны были Новый год встречать уже. Ну, давайте говорим о сегодняшней ситуации. Поэтому надо обеспечить вам возможность сделать быстрее ремонт. Пока первый вариант будет идти своим чередом, второй вариант мы... Просто не нужно желание обеспечить. Потому что я, допустим, живу рядом возле стройки, я без поводства особо движения... Извините, я прихожу вечером, и вижу по 30 человек на третьей очереди. А возле своих домов, где лежит плитка, и никто не шевелит. Александр, на ваших домах нечего уже делать. Я понимаю, сняли дверь, и они уже сколько сняты. Я говорю, на ваших домах нечего уже делать. Дома готовы. Скажите, проверяли отопление, запустали отопление? Конечно, конечно. Ну, конечно, проверяли, но только что не проверять? Потому что говорят о другом. Ну, так говорят, в подмосковье курт дают. Ну, понятно. А что это правда? Ну, да, только по факту почему-то... Я говорю, ну, давайте, ну, пожалуйста. Он честно говорит. Скажите, пожалуйста, а когда вы будете выдавать документы на адрес? На адрес документы будут подаваться... Сертификат. И я думаю, как в сумме изделия... Котой? Да. Давайте всякое питание. Сколько мы не делали, что и в ваших домах нам, что и в том, что мы хотим подумать. Да нет выбора. То есть мы идем, мы... Я все равно вижу, я понимаю, что всем нужно помочь. Воряды, в сторону. Воряды, в сторону. Воряды, в сторону. Что потребуется для того, чтобы... Ничего. Ну, я в том, что... Просто относиться с пониманием, и... Не мешать, поискать, делать, чтобы у вас... Поверьте, я на себя беру колоссальную окрестность, запуская в вашей квартире не хозяева. Ну, вы даже не постарайтесь. Возьмите зону в вашей...